Трудовые права Начнем с того, что трудовое право — это отрасль права, которая затрагивает каждого. Все мы в большинстве случаев являемся работниками. Даже те, кто являются работодателями по отношению к самому работодателю, являются его работниками. Это я имею в виду директоров или управляющих. Поэтому тема действительно актуальна. Очень часто возникают споры, вопросы между работниками и работодателями, которые урегулированы нормами ТК и иными нормативными актами. Значит, государство уделяет на самом деле повышенное внимание трудовому праву, что подтверждается закрепленными принципами в основном документе государства — это Конституция Российской Федерации. Значит, необходимо отметить, что сторонами трудового договора и трудовых отношений являются работник — это всегда физическое лицо, которое заключило договор с работодателем. И работодатель, который вступил в отношения с работником — это может быть как физическое лицо, так и организация или индивидуальный предприниматель. Давайте перейдем к вопросам, и первый из них звучит так. Когда следует заключать трудовой договор с сотрудником? Значит, трудовой договор заключается в срок не менее трех рабочих дней с того момента, когда работник был допущен к выполнению работы. Значит, это закреплено нормами ТК. Как зафиксировать момент, когда работодатель допускает работника к выполнению работы, а работник приступает к выполнению своих обязанностей? Значит, этот момент определен тем, что работник по поручению работодателя приступает к выполнению работы. Значит, для того, чтобы это было зафиксировано, необходимо изготовить приказ. Как правило, в самом трудовом договоре предусматривается дата, с какой даты необходимо, чтобы работник приступил к работе. Это и является допуском работника к выполнению работы. Вообще, давая обещание взять нас на работу, дает ли нам работодатель гарантию действительно того, что он нас примет? То есть мы получаем согласие, пишем заявление, мы уходим с предыдущей работы, а на новую нас не берут. Что делать? Я думаю, что в таком случае нужно подстраховываться. То есть если вы получили предложение о новой работе, то есть и уже написали заявление своему нынешнему работодателю об увольнении по собственному желанию, то в этот период, который предусмотрен трудовым кодексом две недели, необходимо с новым потенциальным работодателем уже заключить договор. И тогда быть уверенным, что с такой-то конкретной даты вы уже приступите к выполнению новой работы. И ваши права в таком случае будут защищены. А если это не будет сделано и новый работодатель откажет вам в заключении договора и принятия на работу, то вы не сможете защитить свои права. Но работодатель делает это на свое усмотрение, так ведь? То есть он не гарантирует ничего? Не гарантирует. Обещание — это не гарантия, это не договор. Ну а забрать заявление об увольнении мы можем? Да, заявление можно забрать в течение как раз двухнедельного срока по любым основаниям. То есть для того, чтобы это было зафиксировано, лучше обратиться с письменным заявлением к работодателю и зафиксировать факт, что вы отзываете свое заявление об увольнении по собственному желанию. Роман, давайте узнаем, о чем спрашивают участники группы компании «Юрактив». Давай. Здравствуйте. Мой муж устроился на работу по договору. Второй экземпляр начальник не выдал, трудовую забрал. Муж отработал месяц, просит вернуть трудовую, так как устраивается на новую работу. Начальник предлагает копии трудовой. Как забрать трудовую и законно ли это? Заранее спасибо. В данном случае уже имеется нарушение, то есть не оформлен трудовой договор, который должен быть оформлен, как я сказал, не позднее трех рабочих дней, с того момента, когда работник приступил к выполнению работы. Кроме того, не выдаются документы. По письменному заявлению работодатель обязан в течение трех дней на определенный срок выдать трудовую книжку, если при этом не сохранились трудовые отношения. И иные документы в копиях. Это, например, копия приказа о приеме на работу или какие-то иные документы. Если это, опять же, не сделано, можно обратиться в соответствующие организации или в суд с требованием, чтобы данное требование было удовлетворено. Давайте перейдем к следующему вопросу. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, размер процентной надбавки и районный коэффициент к заработной плате в городе Архангельске. Город Архангельск относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Для таких местностей предусмотрены стимулирующие надбавки. Это районный коэффициент и процентная надбавка. Для города Архангельска районный коэффициент составляет 1,2%, как правило, еще называют 20%. И процентная надбавка в размере до 50% от заработной платы. Применяется еще режим, когда она повышается. Но не более 50%. Раз мы коснулись этой темы, мы живем в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Какими льготами мы можем пользоваться как работники? Действительно, для лиц, кто работает в районах Крайней Севера и в районах местностях, применяются дополнительные гарантии. Это, как я уже указал, районный коэффициент, процентная надбавка, дополнительный отпуск, 16 дней для работников, которые работают на территориях приравным к районам Крайнего Севера и 24 дня для тех, кто работает непосредственно в районах Крайнего Севера. А также такие дополнительные гарантии, как сокращенная трудовая неделя до 36 часов для женщин, которые работают в районах Крайней Севера. Ну и иные, которые предусмотрены. А что касается оплаты проезда? Каким образом она производится? К месту отдыха? Да, этот вопрос получил развитие совсем недавно. Нормы трудового кодекса позволяли оплачивать и требовать оплаты проезда к месту отдыха работникам, тех, кто работал в бюджетных организациях. Совсем недавно изменилась практика, и суды в том числе стали взыскивать из небюджетных организаций, то есть иных работодателей, стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Раз в два года? Раз в два года. А можно ли добиться оплаты проезда к месту отдыха, работая по договору подряда, гражданского правового характера? Договор подряда или договор возмездного оказания услуг — это не трудовой договор. То есть это договор между его сторонами о выполнении каких-то либо работ или оказания каких-либо услуг. Значит, на него не распространяются нормы трудового кодекса. И если такой договор заключен между сторонами, то по нему нельзя будет требовать выплаты каких-либо дополнительных гарантий или дополнительных сумм, которые не предусмотрены непосредственно этим договором. Но хочу обратить внимание на то, что трудовой кодекс запрещает заключать с работниками договоры гражданского правового характера. И если все-таки между сторонами имеется договор гражданского правового характера, но по существу регулирует трудовые отношения, то такой договор может быть признан именно трудовым договором. И отношения между сторонами могут быть признаны трудовыми отношениями. Ну а каким образом добиться этого признания? Необходимо первым делом обратиться к работодателю для того, чтобы было заключено соответствующее соглашение о признании договора трудовым. Ну вот чем договор ГПХ отличается от трудового? Ну, то есть трудовой договор это в любом случае более расширенный и более обеспечивающий права работника, чем гражданского правового договора. То есть работодатели идут на заключение гражданского правового договора и с целью экономии. То есть не производят отчисления в пенсионный фонд, в различные другие фонды. Значит, для работника это чревато тем, что у него не имеется стажа, то есть что актуально становится при выходе на пенсию. Значит, возможно, не платятся определенные налоги. То есть это ущемляет права работника. Но работодателю это выгодно, потому что он экономит на этом. К сожалению, в связи с кризисом многих коснулась такая проблема, как сокращение заработной платы. Как с юридической точки зрения должен правильно проходить этот процесс? Действительно, трудовым кодексом предусмотрена возможность изменения в одностороннем порядке существенных условий трудового договора. Я имею в виду со стороны работодателя. Значит, в том числе изменять размер оклада или размер заработной платы. Значит, трудовой кодекс это регулирует таким образом, что в случае изменения организационных или производственных условий труда. Под эти условия, в принципе, работодатель может объяснить и сложить ситуацию под наименованием кризис. Но необходимо обратить внимание на то, что в трудовом кодексе не содержится четкого перечня, под какие критерии подпадают под изменения организационных или производственных условий труда. То есть это возможно. Ну а каким образом? То есть, наверное, сотрудников нужно предупредить заранее, да? Да, да, конечно. То есть за какой период? Не позднее, чем за два месяца работодатель должен известить работника. Значит, в дальнейшем, если работник, конечно же, соглашается или не соглашается, значит, если соглашается, необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении существенных условий труда, то есть об изменении размера заработной платы. Ну а если работник не согласен, то работодатель обязан ему предложить иные возможные вакансии в этой местности. И в таком случае, если работник и на них не согласен, то трудовой договор может быть расторгнут. То есть работник уходит по собственному желанию, да? Не по соглашению сторон, не с выплатами какими-то, просто? Если работник не согласен с изменением заработной платы, то он уходит по собственному желанию. А существуют ли какие-то грани? Насколько можно снизить заработную плату? Каких-либо границ или коридоров не установлено, но имеется такое понятие, минимальный размер оплаты труда. На сегодня он составляет для Архангельского порядка 5200 рублей. Роман, а на какой срок работодатель может задержать выплату заработной платы? Вообще, не допускается ни при каких обстоятельствах задержка в выплате заработной платы. Но такое происходит, такое бывает. То есть, если ваши права нарушаются, вам не выплачивается заработная плата, то необходимо сразу же обращаться в органы, которые должны за этим следить. И не допускать продолжительного накопления, чтобы втянулось большой период, когда не выплачивается заработная плата. А существует ли вид какой-то компенсации? Начисляются ли какие-то пени работодателей? Да, конечно. То есть, если вы уже обратились в суд с требованием о взыскании заработной платы, то вы вправе просить компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы. Хочу еще отметить, что также предусмотрена и уголовная ответственность руководителя работодателя за несвоевременную выплату заработной платы. Но в том случае, если будет доказано его прямой умысел и наличие возможности выплачивать такую заработную плату. Роман, я предлагаю продолжить программу вопросами из писем наших телезрителей. Да, конечно. Нам выплачивается так называемая черная зарплата. В последнее время работодатель под надуманными предлогами производит удержание и начисляет штрафы, в результате чего мы не получаем обещанного. Как нам взыскать полную зарплату? Размер заработной платы устанавливается и фиксируется трудовым договором, либо иными локальными актами работодателя, например, таким как штатное расписание. Если у вас в трудовом договоре зафиксирован один размер заработной платы, а по факту вы договорились с работодателем на другой, то вы не сможете или, как правило, это очень сложно доказать. То есть необходимо наличие какого-либо документа о том, что у вас есть договоренность о другом размере заработной платы. Следующий вопрос такой. Написал заявление об увольнении по собственному желанию. Когда мне должна быть выдана трудовая книжка, а также произведен окончательный расчет? Значит, окончательный расчет и выдачу трудовой книжки работодатель должен осуществить в последний день работы работника. Если этого не сделано, это нарушение прав, нужно отстаивать свои права, обращаться с письменным заявлением и в последующем, допустим, уже в суд. Соответственно, в тот же день должна быть выдана трудовая книжка. Конечно, да. Окончательный расчет и трудовая книжка выдаются в последний день работы. Следующий вопрос. Работница устроена на испытательный срок 3 месяца. В период испытательного срока женщина забеременела. Можно ли расторгнуть с ней трудовой договор, как с непрошедшей испытательный период? Если нет, то по какому иному основанию возможно? Это, конечно, вопрос от работодателя. Если трудовой договор заключен и в нем предусмотрен испытательный срок, то, скажем так, факт отношений трудовых между работодателями и работником состоялся. В данном случае эта женщина уже принята на работу. И если в период испытательного срока представлены документы, подтверждающие ее беременность, то работодатель не может с ней расторгнуть трудовой договор. Единственное основание для расторжения трудового договора с беременной женщиной, предусмотренное Трудовым кодексом, это в том случае, если с этой женщиной заключался срочный трудовой договор на время выполнения ею работы в период отсутствия другого работника. То есть только лишь по этому основанию. Ну, я не беру во внимание такие обстоятельства, когда организация ликвидируется. Итак, следующий вопрос. Я работаю охранником. Работодатель запрещает отлучаться в период смены на обеденный перерыв. Должно ли в таком случае подлежать оплате время обеденного перерыва? Значит, в период трудового дня или смены работнику должно быть предоставлено время для питания и отдыха. Время это должно составлять не более двух часов и не менее 30 минут. При этом в этот обеденный перерыв, так называемый, работник имеет право отлучиться со своего места работы. На работах, где по условиям труда невозможно отпустить работника для его питания и отдыха, значит, ему должна быть предоставлена возможность, чтобы он пообедал непосредственно на рабочем месте. Продолжительность не должна превышать 30 минут. Но в таком случае, если данного работника не отпускают на обед, значит, ему должны оплатить это рабочее время. Действительно, вопросов немало, и следующий из них такой. В период работы организация отправляла меня на обучение. Когда я обратился с заявлением об увольнении по собственному желанию, с меня потребовали стоимость этого обучения. Законно ли это? Работодатель имеет право включить в трудовой договор условия о необходимости отработать определенный период времени или же возместить понесенные затраты в том случае, если он обучал этого работника. И если работник увольняется по собственному желанию, то он либо должен компенсировать работодателю стоимость пропорционально отработанного времени, ну или же не увольняться до истечения этого предусмотренного периода. Но необходимо отметить, что трудовой кодекс в данном случае не жестко регулирует эту норму. И работник может уволиться, но при этом может обосновывать необходимость его увольнения какими-то причинами. Если эта причина будет признан уважительной, то работодатель также не имеет права удерживать компенсацию за произведенное обучение работника. Еще один очень интересный вопрос. У нас на предприятии ввели режим, в соответствии с которым при выходе каждый должен предъявить к осмотру свои сумки. Законно ли это? Вероятнее, в данном случае работодатель обеспечивает сохранность своего имущества, обеспокоен тем, что обеспокоен за судьбу своего имущества. Но необходимо отметить, что это не совсем законно. Почему? Потому что соответствующие структуры на предприятии, вахта или пункт пропуска, или какой-то иной орган охранники, они могут только лишь предложить работникам предъявить свою ручную кладь или сумку для осмотра. При этом они не могут настаивать на этом, иначе это досмотр, а досмотр вправе производить только лишь правоохранительные органы. В данном случае, если работник предоставил для осмотра свою сумку, то в этом нарушения прав его нет. А если он отказался, а работодатель требует, тогда это нарушение его прав. Еще один вопрос. Я фрилансер, в последнее время достаточно плотно работаю с одной московской организацией. Могу ли официально устроиться к ним на работу? В последнее время фриланс активно развивается. Это удобно как работникам, так и работодателям. И те, и другие заинтересованы в такой форме сотрудничества. Работодатели экономят деньги на различные отчисления. А работник заинтересован прежде всего в том, что у него ненормированный рабочий день. Он может выполнять свою работу вне какого-то определенного места работы. Может сотрудничать с несколькими компаниями. В последнее время в связи с такой тенденцией в 2013 году были внесены изменения в трудовой кодекс, которые призваны регулировать эти отношения. И трудовой кодекс называет такую категорию работников как надомники или дистанционные работники. И действительно в соответствии с положением трудового кодекса можно заключить договор с дистанционным работником. И уже на условиях этого договора будут проходить трудовые отношения сторон. Трудовой договор? Трудовой договор. Дистанционный трудовой договор. Вернее, трудовой договор с дистанционным работником. То есть все гарантии будут согласны трудовой кодексу? Да. Единственное, есть некоторые аспекты, которые для данного договора предусмотрены трудовым кодексом. Такие как пересыл документов, чтобы сторонам лично не присутствовать. Какие документы необходимо работникам направить работодателю, какие документы работодатель должен направить работнику. Но в таком случае можно заключить трудовые договоры. И последний вопрос. В какие органы обращаться при нарушении трудовых прав? При нарушении трудовых прав самым верным органом, куда можно обратиться, это, конечно же, суд. Потому что в судебном порядке, как показывает практика, работник быстрее решит свои трудовые споры или требования к работодателю. Но есть и другие органы, куда можно обратиться. В частности, например, трудовые комиссии, которые могут иметься у работодателя. Профсоюзные органы, комиссия по трудовым спорам, органы прокуратуры. Все они призваны защищать и отстаивать прежде всего интересы работника. Что ж, Роман, спасибо вам большое за интересную беседу. Я надеюсь, что трудовые права наших телезрителей будут нарушаться как можно реже. Смотрите нашу программу и вы будете знать больше о своих правах. Пишите нам на адрес info.sobako.ps29.ru или в группу ВКонтакте компании Юрактив. На следующей неделе мы будем говорить о защите прав дольщиков. Увидимся с вами на телеканале ПОС и портале Правда Севера. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова